Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Во время луна. Стояший Иоанн и от ученики Го-2. И узрив Иисуса грядуща глагола, си агнец Божий, и слыша сто Его оба ученика глаголюще, и по Иисусе и доста. Упряжся же Иисус, и видев я по себе идуща глагола има, часу ищета, он нажереста ему, рови, ежеглаголица, сказа ему учителю, где живеши. И глагола има, приидита и видита, при доста же и видисто, где живяша, и у него прибыста день той, беже час яку десятый. Беже Андрей, брат Симона Петра, един от обою, слышавший от Иоанна и по нем шедшую. Обрети сей прежде брата свего Симона и глаголы ему, обретоха Мессию, ежегесказаемый Христос. И приведи его к Иисусове, возрев же на ней Иисус рече. Ты и сей Симон, сын Ионин, ты наречешешся Кифа, ежесказается Петра. В утре же восхоте, и зайти в Галилею, и обрети Филиппа, и глаголы ему, гряди по мне. Беже Филипп от Вевсаиды, от града Андреева и Петрова. Обрети Филипп на Фанайла, и глаголы ему. Его же писа Моисея в законе и пророции, обретоха, и Иисуса, сына Иосифова, и же от Назарета. И глагол ему на Фанайл. От Назарета может ли что-то пробыть? Глагол ему Филиппа. «Приди и виждь». Видишь же Иисус на Фанайла, грядущий к себе, и глаголы о нем. «Се, воистину, израильтянин, в нем же льсти не есть». Глагол ему на Фанайл. «Как омя знаешь?» Отвещай Иисус и речи ему. «Прежде даже не взгласи тебе, Филипп, суща подсмоковницу в виде хтя». Отвещай на Фанайла глаголы ему. «Рави, ты и си сын Божий, ты и си царь Израилев». Отвещай Иисус и речи ему. «За нерехте, як увидих тебя подсмоковницу верующий, больше всех узреший». И глаголы ему. «Аминь, аминь» глаголю вам. «Отсель узрите небо отверста, и ангелы Божии, восходящие, нисходящие над Сына Человеческого». Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня среда, 15 апреля, и мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, главу 1, с 35 по 51 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. И Иисус же, обратившись, увидев их идущих, говорит им, «Что вам надо?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите, узнаете и увидите». Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вевсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанайл сказал, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницу, увидишь больше сего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Такие евангельские строки мы с вами слышим. Призвание первых учеников, даже не призвание, а знакомство с ними как-то происходило. Иоанн Претеча имел учеников своих, конечно же, вся его жизнь, его поведение, его слова, святость всего, что было с ним связано, оно привлекало к нему внимание. Даже, так скажем, противники честной жизни, какими в итоге оказались фарисеи, книжники, и те не могли пройти мимо него. «И вот двое учеников его, и увидев идущего Иисуса, сказал он им, вот агнец Божий, вот служение Яна Претечи». Все его служение заключается им в этих трех словах. «Вот агнец Божий, указать на Христа». Все остальное было подготовкой к этому. И в этом, вообще, наверное, суть всего христианства. И все, что в церкви есть, все, что связано там с богослужением, связано с духовной жизнью, с жизнью аскетической. Все Господь так устроил, чтобы нас это могло привести к встрече именно с Ним. Так вот и здесь. Здесь покаяние, о котором говорит Иоанн Претеча, настраивает человека очищать свое сердце и в итоге встретиться со Христом. Крещение, о котором говорил Иоанн Претеч, о котором призывал также, неразрывно связано с покаянием, то же самое. Подготавливает человека к встрече со Христом, на которого указывает Иоанн. Здесь ученики уже крещеные, Иоанн Претечи, слушают Учителя своего, что они слышат. Указание на Мессию, указание на Христа. Потому что во Христе спасение, в Нем все, в Нем богообщение, в Нем мы жизнь вечную наследуем. И вот ученики эти двое, услышав Него эти слова, пошли за Иисусом. Что за ученики были? Ну, один вот дальше открывается, это будущий апостол Андрей, а другой, скорее всего, сам Иоанн Богослов, это будущий Анн Богослов, будущий апостол. По скромности своей не упоминает здесь себя, но о ком же еще можете речь, когда столько подробностей. Итак, оба пошли за Иисусом. «Господь, обратившись, увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали, муравьи, что значит учитель, где живешь?» Что в этой фразе есть? С одной стороны, мы можем увидеть как бы некую такую растерянность. Их, как людей скромных, простых, незнатных, им очень хочется подойти к тому, на кого указал им их учитель Иоанн Претеча. Ведь он говорит, вон Христос, вон Спаситель мира. Вот можем представить, вот нам бы кто сказал, будь мы в те времена, наверное, тоже бы, наверное, как минимум заинтересовались. Хотя у нас, конечно, здесь в какой-то степени возможности общения со Христом больше, чем вот в первые века христианства, вот в первые времена христианства. Можем причащаться тело крови Господа хоть каждый день. Ну и Господь, видя их вот эту скромность и стеснительность, Он сам оборачивается к ним, будучи сердцеведцем. Что, мол, что хотите-то? Но им понятно, что хочется. Им хочется с ним побыть. Хочется с ним поговорить, послушать его. Как вот он говорит, что вообще, как он на жизнь-то смотрит. И вот они и спрашивают, что, где ты живешь? Ну, может быть, тебе неудобно с нами здесь вот сейчас как-то общаться? Ты скажи, где живешь? Мы придем к тебе, когда тебе будет удобно. А что Господь? Он сказал им, пойдите и увидите. Ведь смотрите, как он так очень грамотно, как грамотный педагог пользуется ситуацией. Он не сказал, что вот я живу там-то, там-то. Мол, как решите, так и приходите. Нет. Они могли бы так поступить. Опять же, арабев, может быть, испугавшись. Ну, вот есть у нас люди такое. Думаешь, ну, что я буду человеку надоедать? Он, наверное, уйти устал и не до меня, может быть, ему. Но Господь не желает их отпускать. Видя их такую вот просыпающуюся любовь. Он говорит, вот все, идите, идите за мной. Будьте со мной рядом и увидите. Не оттолкнул, наоборот, с собой позвал. Они пошли, увидели, где он. Живет и пробыли у него день тот. Тоже очень важное замечание. Целый день пробыть где-то. Когда человеку решится целый день чему-то посвятить себе, когда ему-то очень интересно, когда его сердце к этому лежит, когда он действительно всем существом испытывает радость от этого, радость такую вот настоящую. И тогда время летит совершенно незаметно. Так вот здесь пробыли не 15 минут, не 20, не полчаса, не час. Целый день общаясь со своим учителем. Было около 10-го часа. То есть вот так вот буквально до полу, до уже, до темноты. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брат своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Вот тоже следствие Бога общения. Сердце загорелось у них. Почувствовали жизнь настоящую, жизнь божественную во Христе. А как это влияет на человека? Как понять, что это произошло? Человеку хочется поделиться этой радостью. Радостью настоящей всегда хочется поделиться, чтобы кто-то еще был причастен этому всему. И вот Андрей, он идет и говорит обо всем этом брату своему. Симону. Ну и тот, соответственно, вместе с ним идет и поглядет, что это за человек-то вот этот, что за Иисус из Назарета. Ну и Господь в виде его так приоткрывает свое божество. Тут как цветы отцы толкуют, он нарекает имя апостолу. Ну и отцы здесь находят параллели с веткозаветными проявлениями божественной власти. Что как бы вот как Бог, скажем, Авраама назвал Авраамом. Да, ну вот такое, Якова Израилем назвал имена, поменял. То есть показав, что какие вы теперь. То есть что я над вами власть имею, как Бог. И я через вот это, ваше новое имя указываю вам на ваше новое служение, что ли. Так вот и здесь называет он Симона Петром, что значит камень, что будешь подобен камню, верой своей, своим таким вот упованием твердым. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа. Смотрим, уже сам находит одного из своих учеников Филиппа и говорит ему, уйди за мной. Почему? Опять же, будучи сердцевицем, знал, что Филиппу тоже очень хочется быть с ним рядом. Вот опять, возможно, из-за своей скромности он не решался, наверное, как-то подойти. Подойти и спросить рядом остаться. Может быть, Филипп тоже об этом услышал. Могут и от Андрея, от Иоанна, может быть, и от будущего апостола Петра. А что же Филипп? И Филипп исполняется радостью. Ему тоже хочется этой радостью поделиться. Находит друга своего Нафанайла. И ведь смотрите, про Нафанайла что известно? Человек был очень серьезный. Нафанайл. Как бы не склонен к некой поверхностному легковерию. Что вроде где-то что-то сказали, и не разобравшись, вроде приняли это все за чистую монету. Нет. Нафанайл, он все четко разбирал. Ему нужно было, чтобы все было правильно. Был таким знатоком священного писания. Соответственно, человеком, будучи чающим утешения Израиля, то есть ожидающим спасителя, все вопросы, связанные с пришествием мир спасителя, крайне четко изучил. И вот Филипп, зная эти его свойства, от его серьезности, говорит. Друг мой, мы нашли того, которым писали Моисей в законе и пророки. Ведь смотрите, здесь Филипп свои слова подкрепляет авторитетом ветхозаветных пророчеств, начиная от Моисея и других. Потому что знал, что Нафанайл, зная эти пророчества, будет обязательно все сверять. Так вот, мы нашли того, о ком они писали. Так это Иисус, сын Иосифов. Почему называют его сыном Иосифа? Ну, еще не знали, что он есть сын Божий. Думали, что он сын Иосифа. Из Назарета. Нафанайл за вот эту подробность, так скажем, цепляется. Говорит, ну вот как из Назарета? Ведь пророки говорят, что родится в Вифлееме Иудейском. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Удиных. Ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Нафанайл-то четко знал. Говорит, какой Назарет? Назарете вообще ничего нигде не говорится. Городок незначительный, Галилея вообще не в почете. Как так может быть? Что Филипп ему отвечает? Ну, хорошо. Давай, вот я тебе ничего объяснять не буду. Иди сам и убедись. Вот очень правильный подход. Сказал слово, засвидетельствовал, не желает верить. Ну, что ж, предложи испытать опытом. Что, то есть, хорошо, не веришь словам, то давай поверь делам. Не веришь моему свидетельству о Христе, сам встреться с Ним. Усилия примени, чтобы с Ним встретиться. И убедишься, прав я или не прав. И что ж, Нафанайл пошел. Вот это очень важный момент. Он не стал ждать, что, ну вот, мол, если он мессия, пусть сам меня находит. Нет, он пошел. Пошел искать Христа. И Господь, увидев его, говорит о нем другим. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Здесь израильтянин подразумевается не просто, да, евреи по крови, а то, что вот человек, исполненный правильного настроя, правильной веры, который действительно знает Писание, изучает Писание, в ком есть правильное упование, упование на откровение Божие, на волю Божию. В нем нет лукавства. Да, это человек нелегкомысленный, это не тот, кто меняет свое мнение в угоду обстоятельствам или мнению других людей. Действительно, в этом плане, наверное, Нафанайл был похож на, я, на притечу. Вот все вот своей какой-то прямотой и твердостью. Говорить слова очень тешительные. Любой бы человек пожелал, чтобы спаситель мира так о нем отозвался. Ну вот, наверное, любой был бы рад и, наверное, бы как-то этому порадовался и свою решимость-то смягчил. Но вот Нафанайл чем доказал истинность слова Христа? Что он вот эту похвалу, слыша о себе, так просто не принимает. И он и говорит, что, то есть, почему ты так говоришь по мне? Откуда ты меня знаешь? Ты меня видишь первый раз, почему ты меня так хвалишь? Вот оно, правильное состояние. Он действительно слышит правду о себе. Он знает, что оно такое есть. Но вот, тем не менее, не желает похвалу принимать. Потому как она может для других как бы казаться чем-то незаслуженной похвалой. И Господь ему снова тогда открывает себя как Бога. Говорит, что, ну вот, я тебя видел вот там-то, в том-то месте. Пока еще даже Филипп тебя не позвал. То есть, тебя никто не видел, а я видел. Вот ты вот был в том месте подсмоковницей. Кто может об этом знать? Только тот, кто имеет свойства всеведения, всезнания. И вот тогда, да, это для Фанайла послужило решающим фактором. Он говорит, трави, учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев. Он называет вот здесь сыном Божиим, почувствовав вот это вот божественные свойства. Господь сказал в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал и видел тебя подсмоковницу. То есть, я как пророк тебе и себя открыл. Но ты увидишь больше всего. То есть, тебе, ты станешь учеником, им больше тебе откроется. А что значит больше увидишь? А то, что человек в христианстве, при правильной духовной жизни, он действительно приходит в состояние, в котором он способен с Богом соединиться. Христианство дает человеку возможность живого, реального Богообщения. Не теоретического, не философия какая-то. Вот реальное, живое Богообщение. Это вот все благодаря тому, что в мир пришел Господь. Благодаря его благодати. И вот дальнейшие слова тоже этого касаются. Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божих, восходящих, нисходящих к сыну человеческому. Ну, здесь сыном человеческом называет он сам себя. Что вот я сын человеческий, как считают многие, вы считаете, и это так и есть, но я ведь еще и Бог. И вот это явление ангелов, служащих мне, это еще и доказывает. То есть они нисходят, сходят ко мне, как к своему владыке. Вот такие евангельские строки. Мы с вами сегодня успели прочесть, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Иоанна, главу 1, с 35 по 51 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребудет со всеми нами. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok